Ну, здесь спрашиваю по поводу синтеза, как формировались циверпространства. Просто там я писал, просто видно, немножко не въехали. Здесь нужно понимать, что просто немножко по-другому. Понимаете, когда происходит синтез материи, свободной материи, то это гибридная материя. Гибридная материя это уже не механически непростое соединение, а новое качество. И возникшая гибридная материя, она деформирует пространство. Деформирует пространство с обратным знаком. Поэтому иначе она не компенсировала бы, не было заполненной ямы. Понимаете, да? И по мере того, как формируют себя более сложные пространства, а не сложные, не важно пространство или пространство, они тоже деформируют пространство вокруг себя. Получается прогибание в ту или иную сторону, в зависимости от тяжелее. В принципе, изображение было сложно, потому что это трехменная модель, можно передать. А в принципе, все эти лучевики, лучи, они не в разные стороны уходят, они-то в разные стороны. Но если учитывая призну пространство, то получилось бы как бы вот так вот было. Вот здесь центр, и вот они идут вниз. И все доходят до точек, где они продавливают до точки, где в любой форме материи данного типа существовать уже не может. гибридные. Вот здесь это имеется ограничение, почему 14 тысячи материй. Потому что две, понятно почему, да? Потому что только две материи, а одна материя само собой не сможет, правильно? Минимальное количество для сияния две материи, это понятно почему. А вот 14 почему? Потому что для нашего пространства 14, для других другое, 3-е, 5-е, в зависимости от того, какие качества материи соливаются. Потому что когда вы доходите до точки, где новые гибридные материи уже продавливают на такую форму, и вот когда проходит, там уже существуют другие условия для других катиков, и уже никакая форма гибридной материи нашего типа существовать не может. Вот это то, в завершении. И поэтому мы получаем, что шестовщик имеет ограничение, вот он доселе-доселе, а дальше нет. А в принципе процесс продолжается, потому что там уже появляются другие вещи, другие процессы и так далее.